Вспышка гепатита А в Харьковской области. В Балаклейском районе за полтора месяца заболели почти 30 человек. Вирус нашли в питьевой воде, в колодцах и скважинах во дворах. Как он попал в грунтовые воды, местные власти точно сказать не могут. А вот жители показали нашему корреспонденту, откуда этот вирус мог просочиться. На этой улице, на окраине Андреевки, гепатитом А переболели в трех семьях. Первой слегла дочь этой женщины. Девушка сразу же обратилась к врачам. Но в больнице правильный диагноз поставили только через две недели. 39 температура. Через 12 часов она просто затошнила, вырвала. Сказала, что у нее трахеид, антибиотиковая. А через пять дней, у нее температура опять начала вечером подниматься. Она уже в понедельник пошла желтым глазами. И ды, потому что это Боткина. Когда на больничных койках оказались уже больше 20 жителей Андреевки, врачи обследовали всех, кто контактировал с заболевшими. 389 контактных. И вот среди контактных активно выявили 10 больных с вирусным гепатитом А безжелтушная форма. Это те больные, которые не чувствуют себя, что они больны. Никто не знает об этом. Однако они являются источником инфекции. Специалисты Госпотребслужбы уже обнаружили, где находится возбудитель гепатита. В четырех пробах воды, с свердловин индивидуальных, был выявлен сбудник гепатита. Забруднение водоносного горизонта. Но тут остаточное решение, где и как это стало, ответить на это не возможно. Ответ на этот вопрос знают жители Андреевки. Александр Евгеньевич ведет нас на свалку в полукилометре от домов, где заболели семьи. Сводятся и промышленные отходы, и все население сводит. И это все стекает, и там все собирается, вся эта гадость. Ну и вы думаете, что это все попадает все равно в грунтовые воды? Это обязательно попадает. А куда же надевается? Вот, потому и люди болеют. Люди говорят, давно просят убрать свалку. А буквально через дорогу от домов заболевших людей их соседи сливают в канаву нечистоты. Сейчас власти поселка заняты ликвидацией ЧП, раздают листовки, просят жителей кипятить воду. И собираются провести вакцинацию. Это дети, это работники бюджетных организаций, и работники и владельцы торговых точек селища Андреевка. Это магазины, кафе, кафе, бары. То есть те, которые безусловно связываются с населением. За нашими подрахунками это где-то около полторы тысячи человек. А дети и внуки Ирины Андреевны по-прежнему пьют воду из того колодца, где СЭС нашла кишечную палочку. Семье предоставили только реагент для обеззараживания. Но из-за того, что женщина не в силах сама откачать воду и выгрести весь ИЛ со дна, семью вынудили подписать документ о том, что от дезинфекции они отказались. Светлана Шикера, Полина Спасенко, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область.